С начала года ульяновцы пострадали от мошенников на 400 с лишним миллионов рублей. И это не только сбережения и накопления, но и кредиты, которые оформляют на себя обманутые жертвы. Чтобы знать, какие аргументы и схемы используют мошенники, ульяновцы пришли на лекцию. Все мы сидим в интернете, все мы ежедневно сталкиваемся с какими-то мошенниками, кибермошенниками. Вот, поэтому пришла послушать. Одна из популярных схем обмана – инвестиции в сомнительные проекты. В интернете размещают информацию о возможности выгодных вложений с дальнейшей баснословной и очень быстрой прибылью. Часто злоумышленники атакуют и на сайтах объявлений, продавая по предоплате несуществующие товары. Они, как правило, отдаются по сильно заниженным ценам, а предоплату запрашивают в обход платежных сервисов площадки. И все-таки самые частые преступления выпадают именно на телефонное мошенничество. В день регистрируются до 12 фактов мошеннических действий посредством телефонной связи. Злоумышленники используют интернет-связь, вайбер, ватсап, телеграм. Звонят гражданам, обзванивают практически все население, независимо от того, кто где работает. Представляются телефонные мошенники, обычно сотрудниками банков, представителями спецслужб, правоохранителями, сообщая потенциальной жертве, что ее банковским счетам угрожает арест или потеря денег. Поэтому, если вам поступают подобные звонки, ни в коем случае не называйте свои данные. Реквизиты банковской карты и цифры на обратной стороне, код из СМС и пароль от мобильного банка. А еще лучше сразу сбросите вызов и перезвоните в отделение банка или полиции самостоятельно, чтобы уточнить о вашем банковском счете и сообщить о телефонном мошенничестве. Если вы все же попались на уловку преступников, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 112.